Наша окружная региональная партийная организация достаточно авторитетная в округе. Она хотя небольшая по численности, всего 110 человек, но в относительности проживающих в округе это достаточно большое количество коммунистов. Почему я говорю, что это достаточно авторитетная? Потому что на всех выборах, по которым участвовало окружное отделение партии, и на федеральном уровне, на окружном уровне, выборов местного самоуправления, у нас весомая поддержка со стороны избирателей. Это заметно. Кроме того, мы активно работаем по многим направлениям. У нас неплохой прием в партию. Порядка 10% каждый год мы увеличиваем при декоммунистической партии. Это тоже неплохой показатель. Хотел бы сказать, что мы проводим различные формы работы, в том числе участвуем и в протестных акциях, поддерживаем трудовые коллективы. Вот недавно проходили массовые протесты, связанные с поддержкой Наримарского строительного этажного управления Наримарстроя. Мы поддерживаем коллективы окружной больницы. Тоже недавно они выступили с протестом по поводу тех мер, которые проводила администрация округа в связи с реорганизацией окружной больницы. Проводим и референдумы на территории округа. Участвовали в трех референдумах за последние годы. В частности, мы поддерживали стремление жителей округа быть самостоятельными от Архангельской области. Заметная реакция избирателей, жителей округа на наши предложения. Характеризуя поддержку своих избирателей, мы говорим, что мы сформировали фракции КПРФ и собрание депутатов Ненинского округа в составе трех человек. Есть фракции у нас в городском совете, в Заполяном районе и в ряде муниципальных образований поселковых советов. Это тоже говорит о том, что избиратели нас активно поддерживают, поддерживают наши позиции. И наша партия, и наше окружное отделение КПРФ придает большое значение предстоящим в сентябре выборам депутатов Государственной Думы. Для нас это принципиально важно и для партии, и для коммунистов Ненинского округа. В Ненинском округе мы знаем, что именно в 90-х, в начале 2000-х годов, уничтожены практически все наши ведущие промышленные предприятия. Это Печорский лесозвод, Печорский рыбокомбинат. Мы знаем, в каком состоянии находится сельское хозяйство. Это тоже последствия либеральной реформы, которые проводились в 90-х и 2000-х годах. И это, к сожалению, политика продолжается в настоящее время. Продолжается, я это подчеркиваю. И мы считаем, что надо срочно менять экономический курс развития нашей страны. И у нашей партии есть своя программа. И программа вывода из экономического кризиса. И общеполитического кризиса в нашей стране. Вот недавно проходил Орловский экономический форум. На этом экономическом форуме очень четко предложены 10 пунктов, основных пунктов, по которым необходимо будет реформировать нашу экономику. В первую очередь предполагается, чтобы обеспечить финансовую самостоятельность нашего государства. Это принципиально важно. Предложить отток миллиардов рублей, которые уходят за пределы Российской Федерации. Чтобы банковская система работала на реальный сектор экономики. Принципиально важно также то, чтобы недра страны принадлежали народу. Это ведь написано и в Конституции Российской Федерации. А реально мы видим, что доходы от реализации нефти и газа остаются у кучки олигархов. И только на свое усмотрение они определяют, что оставить доход государства. Это совершенно неправильно. Вот мы, я уже упоминал о том, что мы проводили на территории округа референдум. Одним из пунктов было как раз вопрос, касающийся возвращения богатств страны для нужд народа. И порядка 97% жителей округа поддержали это предложение. Сельское хозяйство надо реально поддерживать. Не 1,5% то, что сейчас предусмотрено в бюджетах Российской Федерации. А порядка 12-15% должно идти на подъем сельского хозяйства. Важнейшим для государства, это мы видим и на примере Нейнского округа, является возвращение монополии на производство спиртоводочной продукции. Это не только пополнение бюджета, порядка 4 триллионов рублей, которые можно получить доход государства, что тоже принципиально важно. Ведь монополия была не только в советское время, но и в царское время. Монополия на производство спиртоводочной продукции. И к этому надо обязательно вернуться. Мы коммунистически считаем, что наше государство должно быть социальным не только по записи в Конституции. Мы видим, что по существу общество наше деградирует из-за влияния западной культуры. Из-за того, что у нас наше образование переводится на платную систему образования. Мы считаем, что здравоохранение у нас переводится на платную систему. Идет нападки на социальные гарантии наших жителей. Ущемление социальной защищенности. Мы считаем это тоже недопустимо. Особенно в условиях заполярья. Поэтому мы и в последнее время принимали все для того, чтобы сохранить социальные гарантии, которые были наработаны нашими предшественниками, депутатами окружного собрания депутатов предыдущих созывов, с тем, чтобы жизнь, особенно на севере, не ухудшилась. Необходимо обратить внимание нам, особенно в округе, это очень важно, укреплять местностное управление. Дело в том, что у нас большая раздробленность населенных пунктов на сотни километров от окружного центра. Без укрепления самостоятельности местностного управления, без приближения органов местного управления к нуждам наших жителей, очень сложно решать многие проблемы, которые возникают у людей на местах. Мы видим, что в целом в обществе, да и у нас в округе, люди все больше поправящиеся к леве идеи. Это заметно. Заметно по отношению к нашей окружной партийной организации. Заметно к тем предложениям, которые мы озвучиваем, и нашей газете «Товарищ», и тех мероприятий, которые мы проводим, массовых мероприятий, и при проведении реперендума, и при проведении митингов. Видно, что люди с пониманием относятся к нашим предложениям и в большинстве своими поддерживают. Поэтому мы уверены, что предстоящие выборы позволят нам все-таки вывести и страну, и затянувшуюся кризису, и изменить ситуацию у нас в округе. Редактор субтитров А.Семкин